Вот это нас место спасло. То есть вы сюда выбежали прятаться? Да, мы здесь были под одеялом. Дочь вышла из своей комнаты, сын уже ползком. Полз сюда, к нам. Эта дверь была закрыта. Ольга Боброва вспоминает ту сентябрьскую ночь. Она смотрела телевизор в зале, дети спали в своих комнатах. Когда начался обстрел, все знали, что делать, не договариваясь. Спрятались в коридоре. Ее брат побежал к больному отцу. Двигаться дедушка не мог, потому мужчины пережидали. Удар на кровати под одеялом. В один миг в доме вылетели все окна. Треснули стены, нарушилась кровля. После обстрела было тяжело психологически. Пришло чувство растерянности. Потому что очень тяжело жить без дома, не понимая где. После работы едем сюда. Собираемся здесь. Ночевать куда-то, уходить в другое место. Тяжело. Крышу рабочие сделали. Окна вставили сейчас. Многие комнаты уже оклеены обойми. Будет и натяжной потолок. К сожалению, обновление уже не увидит отец Ольги, который построил этот дом. Пережив обстрел, он скончался от тяжелой болезни. Расстраивает только то, что он не увидел, что здесь ремонт делается, что что-то поправляется. Ремонт полным ходом и у соседей семьи Ознобихиных. Больше всего пострадал второй этаж. Там были детские комнаты. Живем мы сейчас в этом доме. На первом этаже, на втором этаже жить невозможно. Страшно и жутко было после этого дня. Когда вернулись, обнаружили, что у ребенка над кроватью выпал потолок. Но она в эту ночь не ночевала здесь. Поэтому уберегло у нас чуть-чуть это. Потолок ремонтируют, укрепляют и стены. Всего в Алуках пострадало 89 домовладений. Девять восстановить не удастся. Взамен купят равноценное жилье или построят новое. Выбор за собственниками. Двое его уже сделали. Строительство их домов начнется весной. На этом земельном участке дом снесли. На этом же земельном участке будет восстановлен дом. Согласно техпаспорту, согласно той квадратуре. Все, что было изначально. Дома 64 семей уже привели в порядок. Владельцы приняли работу, подписали акты. И теперь стараются забыть о случившемся. Там, где повреждения более значительные, восстановление еще в процессе. Все расходы по строительству и ремонту взял на себя регион и округ. На помощь также пришли предприятия. К концу года все домовладения полностью восстановят. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok